Марина Фёдоровна всегда была весёлой женщиной, легко сходилась с людьми и всегда умела завязать разговор. Очень долго они с мужем мечтали о ребёнке, но ждать пришлось несколько лет, пока на свет не появился маленький Серёжа. Родители хотели подарить мальчику сестру, но не сумели. Парень рос смышлённым и трудолюбивым, с самого детства было ясно, что он горы свернёт. Пирамидки достраивал, домашнее задание готовил на отлично, в доме всегда прибирал всё до последней пылинки, был очень ответственным, даже с неким оттенком перфекционизма. Посмотри, какой Серёжа старательный мальчик, и игрушки прибрал, и тарелку кота вымыл, и одежду сложил. Разве так себя ведут мальчики в семь лет? Одновременно радовалась и волновалась мать. «Чего ты хочешь, чтоб он разбрасывал вещи и таскал кота за хвост? Он хорошо воспитан», отвечал ей муж. «Ты же прекрасная мать, вот и всё». Воспитание – это одно, но вот эта его привычка сделать всё на отлично, как-то пугает. «Ой, боюсь, что эта чрезмерная ответственность ему когда-нибудь аукнется в жизни», – печально произнесла Марина и как в воду глядела. Серёжа был уже студентом, когда случилась страшная авария. Родители ехали на машине и врезались в грузовой автомобиль. Отец умер на месте. Мать сломала несколько костей, получила много синяков, но выжила. Наступили сложные времена. Сергей вынужден был перевестись на заочку и выйти на работу, чтобы хоть как-то обеспечивать себя и оплачивать учёбу. Матери дали инвалидность и назначили пенсию. «Особо не разгуляешься, но хоть как-то протянуть можно было». Травмы у женщины срослись, даже та, самая сложная, перелом шейки бедра. К сожалению, Марина Фёдоровна хромала. Начала ходить с палочкой, чуть ли не за неделю могла предсказать небольшой дождик. Как оказалось позднее, кости срослись немного неправильно. Серёжа старался как можно больше времени проводить с мамой и поддерживал её. «Сына, ты почему каждый вечер со мной? Пойди погуляй с девочкой, угости её мороженым, в кино с воде. Тебе же 22 почти, а ты всё надо мной трясёшься». «Мамуль, да какая может быть девочка? У меня работа с самого утра. Вечером я должен тебе помочь. А когда начинается сессия, вообще некогда в туалет сходить». Близилось время выпуска. Студент ответственно тянул на красный диплом. Но даже не это было самым важным. Начальник предприятия, на котором он работал, рассмотрел в нём ответственного и толкового работника. Так что через несколько дней после получения диплома Сергей получил прекрасное предложение – работа за границей, где как раз открывался ещё один офис фирмы. Решение далось нелегко. Но всё же парень согласился бросить родной город, мать и всех друзей ради возможности работать в другой стране. «Мам, вот насобираю денег, сделаем тебе операцию, будешь бегать как девочка», – твердил сын. «Да не хочу я уже бегать», – отвечала Марина. «Вот был бы твой отец жив, скакала бы вокруг него с утра до ночи. А так, не для кого мне крутиться пчёлкой. А ты езжай, сынок. Тебе нужно строить свою жизнь, выбирать своё будущее. Обязательно познакомься там с хорошей девушкой и приезжайте ко мне уже вместе. А там, гляди, и с малышом». Мечты о счастье сына и о внуках были единственной отрадой для Марины Фёдоровны, но вместе с тем и основной печалью. «Ну как там? Есть уже у тебя подруга?» – интересовалась мать, когда Сергей звонил ей из другого часового пояса. «Да и какая подруга, мам? У меня же много работы. На мне большая ответственность. Иногда приходится задерживаться допоздна, чтоб исправлять все ошибки и свои, и чужие». «Ну вот и аукнулась», – шептала Марина в бессонные ночи в подушку. «Вот и дало о себе знать. Нельзя так убиваться из-за работы. Нельзя». «Вот и аукнулась», – печалилась женщина. Но со временем привыкла и практически перестала спрашивать Сергея про девушек. Жизнь потекла своим чередом, пока печальный случай снова не разбил все планы. На улице был страшный гололёд. Но Марине Фёдоровне не сиделась в квартире, и она отправилась в магазин. Уже под подъездом увидела, насколько всё за ночь замёрзла и должна была бы вернуться, но почему-то не сделала это. Прошла через двор, завернула за угол, и там со всего размаху шлёпнулась на бордюр. Она даже услышала треск собственных костей. Врачи рассматривали рентгин и качали головой. В таком возрасте повторный перелом на старую, неправильно сросшуюся травму – это практически приговор. Ходить будет, но не дальше кухни. И то не скоро. Марине Фёдоровне назначили социального работника. За год их сменилось пять или шесть. Работа ведь незавидная. Горшки из-под больных пенсионеров выносить. А потом пришла новая девушка, которая почему-то сразу же запала в душу старой женщине. Катерина всегда справлялась о здоровье своей подопечной, готовила вкусно, чисто прибирала и обязательно садилась поговорить. А это, наверное, было самой важной опцией. «Кать, а как ты живёшь?» – спрашивала Марина Фёдоровна. «Да как самая обычная девушка. Днём работаю, вечером занимаюсь домашней работой. Ну а муж? А муж где работает?» «Так нет у меня мужа. Не успела. У меня мать долго была лежачая, я ухаживала. Знакомиться не было времени. А теперь и знакомиться не с кем. К моим тридцати пяти годам всех хороших парней разобрали». «Ну, не скажи», – протянула женщина. «Есть ещё свободные парни. Вот моему сыну как раз столько же. И он не женат». «Катюш, а может вы познакомитесь с ним? Он у меня хороший, порядочный. А вдруг и понравитесь друг другу. А мне так ты уже нравишься, а готовишь как вкусно». Девушка лишь пожала плечами. Она не хотела обижать женщину, но у неё на языке крутилось, что он, видимо, странный, раз до такого возраста не женился. «Вот послушай», – продолжала Марина Фёдоровна, – «он приезжает на этой неделе. Давай и ты придёшь в среду к четырём, а не как обычно к одиннадцати, и я вас познакомлю». Катерина сказала, что постарается, а сама для себя решила в тот же момент, что придёт к часу, отработает свои три часа и убежит. Извинится и скажет, что дела важные появились, а до среды что-нибудь придумает убедительное. Марина Фёдоровна воодушевилась идеей свести сына и социальную работницу. Поэтому телефонный разговор начала сразу с этого вопроса. «Серёжа, такая девушка ко мне ходит. Умница, хозяйственная. Вам нужно познакомиться. Я её пригласила в среду на 16.00, чтобы вы могли встретиться. Ты же сказал, что в это время будешь у меня. Познакомитесь, прогуляетесь. Может, пригласишь её куда-нибудь?» Своих мечтах мать шагала очень широко и даже мысленно поправляла чепчики внукам. Сергей понимал, что спорить бесполезно, поэтому пообещал, что постарается. «Тоже мне. Девушка хорошая. А почему же до сих пор не замужем, если хорошая?» – думал парень. «Но раз такое дело, значит, с вокзала сразу домой, а потом уже в контору. Пока эта её соцработница придёт, я уже убегу». В подъезде Сергей столкнулся с незнакомой девушкой. «Видимо, новенькая. Симпатичная», – подумал он, придерживая для неё дверь. Катерина спешила к своей подопечной, чтобы быстро справиться со всем и убежать, пока не приехал сын на смотрины. Перед самой дверью подъезда она натолкнулась на какого-то мужчину. Он без слов открыл ей дверь и пропустил вперёд. «Да, такие здесь не задерживаются», – подумала девушка, оценив его манеры, опрятный внешний вид и качество одежды. Пошла вперёд и нажала кнопку лифта. Сергей же пошёл по ступенькам, третий этаж, это не двенадцатый. Как раз открылась дверь лифта и оттуда выпрогнула та красотка, которую он встретил внизу. Даже на одной площадке с матерью живёт. Интересно, кто же выехал из старожилов? Подумал Сергей и поднёс ключ к замочной скважине. В тот же момент рука девушки потянулась к дверному звонку. Двое молодых людей замерли, глядя друг на друга. Та встреча, которую каждый из них пытался пропустить, почему-то всё-таки состоялась. В квартире Марины Фёдоровны все втроём попили чаю, а потом Сергей вызвался провести Катю. На фирму в тот день он так и не попал. Лишь на следующее утро позвонил начальнику. Набравшись опыта в зарубежном филиале, парень решил открыть свою собственную фирму. Так он мог оставаться вместе с мамой Екатериной. Их старший сын уже во втором классе, а дочка лишь начинает топать ножками. Бабушка Марина души не чает во внуках и каждый раз вспоминает, как два упертых осла на зло ей пришли на три часа раньше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok